Ну что, завершился турнир под дзюдо, посвященный 100-летию спортивного общества «Динамо». Рядом со мной главный судья сегодняшних соревнований. И вот прошу вас представиться. Ватутина Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, сегодняшний праздник дзюдо завершен. И подводим итоги. На ваш взгляд, как прошло все? Довольны ли вы самой организацией соревнований и работой судейского корпуса? Да, такой большой турнир на шести татами. Наверное, ни в одном другом зале нельзя такой большой турнир провести, чтобы сразу такое большое количество детей приехало. Причем очень разные регионы. С каждым годом их становится все больше. Ребята более подготовлены стали приезжать. Сегодня даже была девочка, призерка России. Поэтому уровень хороший. Питерские ребята хорошие. Прям такая команда у них сплоченная приезжает. Судейский корпус все время пополняется. Также судьи приезжают с региона, с там, по судей. Привозят своих ребят и сами приезжают поработать. Хорошая подготовка и организация хорошая. Всегда такая, наверное, домашняя обстановка здесь. Хочется приезжать, возвращаться. Всегда можно там с народом пообщаться. Когда какие-то вопросы возникают, мы всегда можем просмотреть видео. Если что-то вдруг пошло не так, вернуть встречу. Всякое бывает. Работает. Человеческий фактор еще никто не отменял здесь. А так и уровень хороший. Проведение шикарное. Прекрасный зал. Дети там все довольные. Хорошие призы. Вообще все равно в высоком уровне проходит. Судейская бригада как отработала? Какую оценку ставите судим? Ну, мы с ним отработали вообще очень большой объем. За один день прошло почти 500 человек спортсменов. Ребята молодцы, справились. Для кого-то это был довольно-таки сложный старт. А для кого-то уже такая повседневная работа. Все молодцы, все хорошо отработали. Кому-то есть зачем еще поучиться. Кто-то уже достиг, наверное, своего определенного уровня. Всякое бывает. По качеству борьбы самих участников, как вы можете оценить, на какой уровень ребят? Потому что тут очень хорошие ребята. И такую технику ребята делают, что, наверное, не все, не каждый взрослый может ее сделать. Очень хорошие ребята есть, которые борются в партере. Есть бросковые ребята. Очень высокий уровень. И возраст такой удачно подобранный был. До 15 лет, до 18 лет. Приличные ребята приехали. Какие-то сложности по итогу сегодняшнего дня соревнований были. Я имею в виду, бывает какие-то недовольства тренеров, которые привезли своих спортсменов. Что-то такое было? Или все достаточно корректно? Нет, ну, всегда, если спортсмен проигрывает, тренер считает, что это работа судей. Что-то судья не увидел, что-то недосмотрели. Они подходили, мы просматривали видео, они нам свое видео показывали, мы показывали со своей камеры. Ну, и чаще всего тренер соглашался, что да, извините, с нашей камеры было вот так вот видно. А с вашей камеры совсем все по-другому. Извинялись и уходили. Остались, конечно, люди недовольные. Каждый, особенно родители, они всегда считают, что они лучше знают. Правила довольно-таки часто меняются. Не все тренера успевают за этим. А родители вообще? 2024 год уже не за горами. И он будет такой юбилейный для дзюдо. 60 лет, как дзюдо в олимпийской семье. Плюс Олимпийские игры в Париже. И ваши пожелания всему мировому сообществу дзюдо. Чтобы они адекватно оценивали ситуацию, которая происходит. И что спортсмены ни в чем не виноваты. И вот так люди тренируются годами. Они берут и вычеркивают нашу сборную России из претендентов на медали. Ну, немножко некорректно по отношению к спортсменам. Все-таки спорт выше политики. Все не без греха. Поэтому, когда такое происходит, то обидно за спортсменов. Ну, хорошо. Это что касается спортсменов, такой спортивной составляющей. А вообще, мировому сообществу дзюдо, ну, такой в юбилейный год 2024. Чтобы реже менялись правила, чтобы мы все как-то уже пришли к общему знаменателю, как это должно быть. Чтобы борьба была красивая, чтобы меньше было запретов и больше было позитивной борьбы. Спасибо большое. Успехов вам. Ну, вот краткий, так сказать, итог сегодняшнего праздника дзюдо, посвященного 100-летию спортивного общества «Динамо». Спасибо вам. И всего хорошего вам. Увидимся на татами. Да, до свидания.